Четверг, 15 часов, время переплёта. Здравствуйте, уважаемый книголюбый. Добрый день. Михаил Губин. Олег Пекар. Ну и сегодня наша программа с гостем. Мы поговорим, поговорим о юбилее, пожалуй, в Латвии. Ну, главная литературная всё-таки тема – это 150-летие, с дн. рождения Райниса и Аспазии. Вот Райниса и Аспазии, между прочим, у нас. И у нас сегодня в гостях старший эксперт музея Райниса и Аспазии, доктор филологических наук Янис Амсалитес. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Мы, наверное, начнём с того, что это событие, 150-летие, как оно будет отмечаться, какие мероприятия ожидаются, как участвует музей в нём, и что сейчас может предложить, может быть, тем, кто интересуется и хочет прийти узнать что-то новое. Да, понятно. Ну, я скажу, сейчас немножко акценты помешались. Сейчас вообще говорят, что это год Аспазии и Райниса. И я скажу, что это идёт уже полным ходом. Вот одна из последних таких событий – это была выставка под названием «Аспазия и Райнис, мятежница-гуманист. История двух латышских поэтов», которая состоялась в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Несколько дней была. И вот сейчас эта выставка, выставка поедет в Кировскую область. Эта выставка будет в Кирове и в Слободском, там место, где ссылка была, Райнис, там будет ещё одна выставка о жизни Райниса и Аспазии. Плюс там в Кирове, в Слободском будет научно-практическая конференция, встречи с писателями и ещё много таких мероприятий. А в Риге куда можно сходить, посмотреть? Ну, вот типа выставок музеев есть куда? Ну, сейчас, во-первых, приближается музейная ночь, где будет насыщенная программа. Но вот мы уже говорили насчёт музеев. Сейчас музей Райниса и Аспазии, это, можно сказать, четыре места. Это дом на улице Базница, 30, это там идёт реконструкция, реставрация. То есть он закрыт ещё? Он закрыт, полностью закрыт, все эти музеи закрыты. Тоже самая дача в Майорах, тоже закрыт, да, в Юрмале. И вот музей детства и молодости, то есть Таденова и Ясмойжа, Ясмойжа частично откроется в августе, да. И вот все эти музеи уже года Спазии и Райниса будет закончен, вот второй в половине будущего года должны эти музеи, должны быть открыты, и тут уже мы думаем о новой концепции музея, о всех практических вещах, а сейчас вот мы сами как музей без, 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 без помещений. Но очень активно сейчас работает этот Юрмальский музей, то есть в Дуболтах, это Юрмальский музей, это не наш музей, но они после реставрации там очень хорошо там... Городской музей, да, Юрмальский? Это филиал Юрмальского городского музея, дом Аспазии, так называется. Это в Дуболтах, проспекте Майоровец. Но поскольку год всё-таки Аспазии и Райниса, есть ли какая-то поддержка государственная этого, поскольку получается так, что год объявлен, но музеи, основные музеи, ну, закрыты. Ну, поддержка, поддержка, это идёт, можно сказать так, по разным программам, да, по разным проектам. Конечно, есть поддержка, ну, хоть, ну, я вот скажу о ближайшем будущем, то есть вот мы поедем там, по-моему, делегации 11 человек, делегация Латвии в Кирове и в Словодском, да, там это уже существует, по-моему, с 13-го года существует договор между Латвией и Российской Федерацией, связанной культурой, культурным содействием, так что для этой программы есть деньги, ну, и вот это идёт с поддержкой Министерства культуры Латвии. И там находится музей Райниса, где-то на месте ссылки. Там находится единственный заграничный музей Райниса, это в Слободском, да, ну, есть там Швейцария, но там... Да, кстати, вот что такое, выделено 17 тысяч евро, самая большая сумма на проект виртуальный музей Аспазия Райниса в Луганах, не знаете, что это? Ну, я частично знаю, это идёт программа А, там, поскольку я знаю, там идёт подготовка в виртуальном виде очень многих материалов, фотографий, там, рукописей и... Ну, очень такой, ну, это лучше спросите у тех, которые этим занимаются, там есть программа, да, я знаю. А вот то, что в России... Они рассказывали об подготовке этой программы, вот недавно была конференция, конференция Аспазии, три дня, то есть та конференция, которую организовала Латвийский университет, да, и там они рассказывали вот о подготовке и целях этого проекта, этой конференции. А вот музей в России, вот, единственное, за границей, вы же там были, да? Я был, ну, я был только один раз, это уже год, год пять тому назад, да. И что там в этом музее? Это очень хорошо музей работает, да, тот дом, где он жил, там есть и памятник, там обстановка очень в таком сохранном виде, всё, и они очень активно действуют. То есть я понимаю, что там личных вещей Райниса, к сожалению, нет? Личных вещей там почти нет, но они тоже сделали, ну, имитацию некоторых вещей, там у них происходят там разные мероприятия, встречи, вечера, так что я знаю, что они работают, и вот директор этого музея, как раз сейчас была конференция, по-моему, под названием «Двухдневная писатель и власть», национальная библиотека, очень интересная, и вот оттуда люди приезжали на конференции и рассказывали как раз о работе этого музея. Так что они нас тоже сейчас встретят, когда мы поедем. Ну, там в России отмечается 150-летие тоже. Отмечается, по-моему, в библиотеке зарубежной литературы был такой торжественный вечер. Я знаю, что отсюда участвовал из Латвии, участвовал, ну, вот всем известный писатель Ирала Добровенский. Они, по-моему, говорили там о постановке Кирилла Серебренника в Национальном театре Снырайниса. Так что я слышал, что даже там полный аншлаг. А вот вы сами видели эту постановку? Видел. Какое ваше мнение? Ну, я сказал, немножко дуальное, потому что это уже можно было предвидеть, потому что они взяли, ну, материал, там дневники в основном, а там можно, из этого материала можно построить что угодно. А вы слышали решение? Вот этот Райнис с купальнем костюм, эти ноги из стога, а споет это как? Это уже как антиобраз, я вам скажу. Вот недавно тоже в нашем музее подготовлена книга «Последние лет Райниса». И вот на этом обложке есть как раз та фотография, где Райнис с купальником. Там она действительно в своем месте, потому что эта книга с воспоминаниями и фотографиями того художника, он был немножко композитор и очень хороший фотограф, Олив Мэтра, это псевдоним его. И его воспоминания, и все эти фотографии последних дней Райнис в этой книжке, это его фотография как раз купальник. Ну, сейчас они уже фотографии эту так используют, даже на часах есть. Ну, там же у Райнис в темных очках, которых не было. Ну, там у оригинальной фотографии нет там что-нибудь. Да, очки верят же все рассеребренников. Ну, можно и так сказать, потому что интересно. Вот у Аспазы, у нее было очень плохое зрение, там болели глаза и все прочее, но она села, нет ни одной фотографии, ни одного снимка, а она была в очках. Райнис тоже, ни в одной фотографии не увидите в очках. То есть она стеснялась или как вы считаете? Ну, даже не знаю, стеснялась, можно сказать, ну, может быть, привычки не было, может, даже не додумалась. Аспазы и вообще было очень плохое здоровье, но она только первый раз, вот, когда они жили, по-моему, это год где-то 13-й, и она вот поехала в Цюрих там к знакомым, там познакомилась с таким прогрессивным доктором. Ну, вот тогда, ну, можно сказать, первый раз обследовали так по-настоящему и вообще, ну, аспазы и со здоровьем у меня неважно было. А ведь Райнис кончался в своем доме в Пардаугове, а там что? Это не в Пардаугове, он скончался в Майорах, в своем даче. На даче. Конечно, есть там очень много версий о том, что, ну, это даже известно, что обстоятельства смерти, даже дата смерти Райниса, это может быть под сомнением. Там очень немного, очень много таких неясных обстоятельств, несовпадений в воспоминаниях вот как раз о последних часах жизни, так что это очень сложный вопрос, это для будущего. Я просто читал вот газету «Сегодня» как раз, ну, и там постоянно были статьи, что вот на дом литератора Райниса постоянно нападают какие-то хулиганы, ставят лестницу, пытаются к нему залезть. А, это было, да, это было 20-е годы, это дом на улице Эдитю. Он, этот первый домик, когда они приехали сюда в 20-м году, и когда их принимали действительно как королевскую пару, да, им дали первое место жительства, это была фарда Огава, улица Балош. Да, и потом они оттуда переехали, сняли комнаты на улице Муйтас, потом была еще, кратко, ну, недолгое время там на улице Куди они жили, и потом они купили домик, домик купили на улице Дитю, и вот интересно, эта улица там, что вот Роал Добровенский, который, ну, по национальности русский, да, он приехал в Латвию, ну, и до сих пор, я думаю, не произведенное произведение по теме Райниса и Аспазы, то есть книга Роалда Добровенского и Райниса и его брать. Он как раз жил на этой улице, там еще писательница Ингабелла жила, вот так получается. И есть там даже такая легенда, что вот мать супруги Роалда Добровенского, да, они там жили, ну, в те времена, когда там Райниса и Аспазы, что вот мать Вэлты Калтыни, она была такая, ну, подростка, девчонка, и вот Райнис приходил там за молоком и сказал, вот что будешь ты, когда ты будешь моей дочкой, да. А тогда еще одна легенда. Но получается, что история жизни Райниса еще до конца не изучена, есть какие-то темные пятна. Конечно, вообще мы все время сталкиваемся вот тем, что нет, скажем так, академической биографии Райниса, нет академической биографии Аспазы, нет вообще библиографии работ полностью, нет в том числе библиографии и переводов, так что очень много работы в этом плане. А кто этим занимается вот сейчас? Ну, сейчас уже вообще очень мало людей, которые занимаются такой практически институцией, которая занималась. Это, ну, можно сказать, наш музей, ну, есть там один человек, который активно работает, это Гунда Гагрина, мы можем сказать, самая известная исследовательная сфера, это в институте литературы и фольклора при университете. Ну, в принципе, как организации таковой нет. И вот наш музей, это, ну, исследовательские вопросы, эти темы, ну, это, ну, там тоже. Один-два человека этим занимаются, я сам принимал участие, вот, когда издавали полное собрание сочинений Райниса, да. Ну, это было, конечно, в советское время, там же работал целый институт, мы там сидели, там были редакционные коллеги, и мы обсуждали, работали, а сейчас это уже, ну, я думаю, сейчас кончится год Райниса, а спать это вообще никак не интересно. А создавали у вас течение по рукописям Райниса или по изданию каким-то прижизненным? По рукописям. А где хранится сейчас архив? Ну, тогда архив хранился в этом дворце, да, сейчас структура, структура, то есть, ну, там, на улице Пилс. Ну, да, музей писать, а Райниса и Басмузейс? Ну, там, сейчас уже и Райниса и Басмузейс нет, они переехали сейчас на улицу Тайрбатас, но весь архив фонды Райниса и Оспазы это ихняя собственность. Мы как музеи своих там фондов ничего такого не имеем. А кто? У нас есть договор с ним, а, в принципе, весь архив это более 64 тысяч единиц, в том числе все письма и все материалы огромные, это... Но это все изучено или какие-то еще не разобранные есть? Изучено частично. Ну, вот, скажем, такой, еще одна вещь скажу, вот, 2009 год, да, в программе ЯНЕСКО есть такая номинация «Мировая память». И вот мы прошли через конкурс, мы тогда еще были один музей, да, и мы прошли через конкурс, и сейчас вот переписка Райниса и Басмузейс включена в этой номинации ЮНЕСКО, там есть такой раздел национальный, да, есть там мировой масштаб, да, и национальный. Мировой масштаб тут из Латвии две вещи, да, там шкаф этого Кришчана Барона с латышскими дайнами, и Балтийская дорога, как такая ее мнение. А вот это национальная номинация, там как раз есть переписка Райниса и Спазы, я сам лично уже долгое время этим занимаюсь, так что тут уже идет подготовка, ну, в электронном виде уже можно сейчас в интернете уже почитать. Значит, система такова, ставятся все письма Райниса, все письма Спазы, один к одному, да, можно так сказать, и в том языке, в котором они написаны. Самое большое количество писем это на немецком, потом идет латышский, ну, и русский язык есть, да, и вот тогда идет в оригинале, потом перевод, комментарии, ну, весь научный аппарат и так далее. Очень сложная работа, потому что еще, ну, сейчас уже в Латвии практически нет людей, которые могли свободно работать с рукописями, то есть Райнис. Это очень сложно, это действительно сложно. А почерк такой? Очень такой почерк, при том Райнис всегда, он так, ну, он использовал, используя, ну, каждый кусочек бумаги, там конверты разные, и при том, он писал карандашом, так что это очень сложно. Текстология там очень-очень-очень сложная. А вы скажите, то, что в 1940 году вот большевики объявили Райниса народным писателям, объявили, что все должны сдать рукописи Райниса в одно место, это как-то помогло? Помогло сохранению материала. Это постановление не помогло, там было очень долгий рассказ, как в этом участвовали братья Биркерты, как они там сохранили этот архив, они действительно рыли в землю там, многое чего. Кое-что нашли, они в таком разбросанном виде уже появлялся тут, в архиве, в государственном архиве, и все это потом как-то складывалось, 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 складывалось обратно. То есть оно не было даже переведено в исполнение, да? То есть объявили все. Нет, они же даже не могли это привести в исполнение. Притом еще одна интересная вещь. Всегда мы говорим, что вот Райнис был народный поэт Латвийской СССР. Да, в каком году? В постановлении нет такого слова Латвийской СССР. Там есть постановление слова Латвии. Народ от Латвии. Да, и когда вот эти, и кто прибавил это СССР, это даже неизвестно. Долгое время это был первый народный поэт, действительно, первый народный поэт. А как вот Аспазе к этому отнеслась? Что, когда вот... В 40-м году, когда она полула Аспазе, как она могла отнестись? Потому что ей тогда с постановлением дали... Некоторым писателям это в 40-м году дали пенсии. Ей дали небольшую пенсию под названием «Как вдова Райниса». Не как писательница, а вот именно как вдова Райниса. А есть ли какие-то еще архивы, например, в России, которые, ну, можно было бы присовокупить к этому корпусу документов? Ну, частично, конечно, может быть. Вот кое-что появилось сейчас вот в конференции там в Петербурге, вот в связи с тем временем, когда Райнис был там студентом, да? Там очень интересный архив. Тогда вот университетский архив поднял Добровенский, неисследованный архив. Есть еще материалы могут быть по, ну, скажем, по новотеченцам, по тем преследованиям. Даже в наших архивах есть еще возможность, что найдутся какие-то письма Райниса, например. Ну, и находятся постепенно. Ну, это отдельные единицы. Ну, такого большого корпуса быть уже, я думаю, не может. А вообще продаются ли рукописи Райниса где-то на аукционах, появляются ли они как вот, ну, в каких-то местах, что государственные? Я думаю, что они сейчас откровенно так уже не... Вот когда вышло это полное собрание сочинений научных, вот тогда уже появилось там некоторое, которые говорят, вот, видите, что у меня есть, что у меня... А сейчас, я думаю, уже такое нет. Ну, очень возможно, есть в каких-то семейных архивах, очень возможно, но в таком большом количестве, я думаю, что нет. Мы буквально через несколько минут продолжим беседу, пока время новостей. Она бывает бумажной, пергаментной и электронной. С картинками и без. Кому не дарили шубу, считают ее лучшим подарком. Ее берут в дальние путешествия, но вы не узнаете, интересная ли она, пока не раскроете переплет. У нас продолжается программа «Переплет». Мы говорим о Райнисе и Аспазе. У нас сегодня в гостях старший эксперт музея Райниса и Аспазе Янис Залей. То есть, во время новостей мы заговорили на очень интересную тему, ведь все-таки, кого же еще, как не Райниса, номинировать было на Нобелевскую премию по литературе? И как же так получилось, что он не то, что не получил, а даже не был вытвернут? Ну, некоторые номинанты еще существуют, это Константин Раудович все время говорил, что, может быть, он в кандидатах. Ну, вот насчет Нобелевской премии действительно мы говорили о том, и, ну, для тех, кто не знает, можно уже давно это было сказать, что вот там в Нобелевской комиссии никаких документов из Латвии о кандидатах. Кандидатуры Райниса никогда получено не было. И второе, ну, у нас идет такая уже давняя легенда, вот что Райниса предлагали там витязь социал-демократов, чтобы вообще-то получить премию. Это тоже, думаю, неправда, потому что очень много известно о том, как европейские социал-демократы, а особенно бельгийские демократы, в 1926-1927 году поддержали кандидатуру Райниса. Ну, разными способами, то есть, чтобы пропагандировать имя Райниса в Европе, ну, думаю, главная причина, и, можно сказать, в наше время то же самое, ну, не был же Райнис известен в Европе со своими произведениями. Да, был Иосиф его брать. Практически единственное, единственное произведение, которое было переведено на нескольких языках, да. А кто вообще должен был в Латвии собрать документы, послать? Это должна быть какая-то государство или какая-то общественная организация? Ну, это могла делать любая государственная организация, например, тот же самый Латвийский университет, почетным членом которого Райнис был. Разговоры о том, были, ну, вот тогда как будто бы противником или соперником Райника выдвинули, ну, довольно известного писателя Яншевского, да, которому, кстати, в этом году тоже исполняется 150 лет. Но это не была причина. А вот почему тогда вот Райнис, теперь мне не повезло, почему он не стал президентом? Он же баллотировался, выдвигался, проиграл Чаксты. Ну, вот там он подумал, что партия проиграла в то время. Ну, и я думаю, вот это стремление Райниса к Нобелевской премии, к посту президента. Райнис же писал, я хочу, я буду жить 300 лет. Ну, кто же это всерьез принимал? А если, говорит, я хочу получать Нобелевскую премию, так что все говорят, да, Райнис действительно хотел. Конечно, он хотел, конечно, он хотел. Но вот, можно сказать, такая особенность в дневниках, у Ирана есть не только дневники, а так называемые дневные хроники, да, где он отмечает. Это ему было нужно для, ну, психологической, самоподвижерской. Он написал вот так. Мне надо, я хочу стать президентом европейских соединенных стран. Это тоже есть. Такое запись. Ну, действительно ли он хотел стать таким президентом? Ну, где было такое соединение государств? Но это было для его характера, это было нужно. Так же самое, как, даже не знаю, как сказать по-русски, норок стоит нос. То есть, значит, все эти неприятные чувства, все неприятности в отношениях. Вот он написал Иосифа и его братья. Он как бы из себя списал те неприятные моменты в отношениях с Янсоном Брауном, которым сейчас вот известно, как он действительно во время этого процесса на эти Ченсен все валил на Райниса, как безнадежного, да. В то время существовал даже Райнис, когда тюрьме сказал, ему сказать, это смертная казнь будет. И то, что Райнис в тюрьме вообще там выжил, ну, так относительно, нормально, это, несомненно, очень большая заслуга Аспазы. Но еще даже она не была тогда. Это получить доступ к политическому заключенному и сделать только, сколько сделала Аспазы тогда. Но у них тоже свадьба была только уже после этого, как Райнис вышел из тюрьмы. Это тоже одна легенда, что они поменьшались в тюрьме. Да, а еще легенда, что якобы Аспазия старше Райниса, и только при просочетании они указали, что они одного возраста. Да, но это можно ответить очень коротко. Но до 1969 года во всех энциклопедиях, учебниках, справочниках, где угодно год рождения Аспазии 1968, то есть на три года моложе. Но есть и много официальных документов, где Аспазии указано год рождения 1870, то есть еще на два года моложе. Ну, это еще можно понять непонятно немножко одно дело. Вот когда Аспазия праздновала в 28-м году 60-летие, на самом деле 63 года было, она сказала, что вот надо наконец исправить свою скидку с датой ее рождения. А даты моего рождения, она говорит, это не 16-й марта, это 17-й марта. Почему? Так, не знаю. Но все паспорта, три паспорта в Латвии ей видны в 2020 году, по-моему, еще в 28-й год и 30-й, кажется, в 9-й год. Во всех этих паспортах дата рождения не 16-й марта, а 17-й марта. Почему? Не могу ответить. А в метриках нигде не удалось найти? Нет, в метриках все это уже указано, и сейчас даже в Госархиву в интернете эту запись церковной книги, где Аспазия, ну, его там длинная, Эмилия Йоханна, все это, Розенберг, Розенвалда, родилась 4 марта 65-го года. Ну, значит, 4 марта, старый стиль, добавляем 12 дней, это 16-й марта. А ведь Аспазия, она же тоже хотела стать депутатом Сейма? Она, нет, она была депутатом Конституционного собрания. Да, Сатверсмесопл, Зачидительного собрания, при том, она очень активно там участвовала. Кстати, там было 6 женщин в Учредительном собрании, а Аспазия одна из тех, но Сейма. Знаете, что не было ни одной женщины? А потом же, потом одна была уже позже, Берта Пипеня. Пипеня не было депутатом. Сейма. Она же была тоже в Учредительном собрании. Да. По-моему, она депутатом. Нет, она была, действительно, еще депутат Сейма. Была, была, ну, тогда одна из очень и очень... Ну, не первого, дальше потом, следующий. Ну, может быть, не спорю, но вообще, по-моему, там практически женщина. Да, странно, почему, да? Да, ну, Аспазия, ну, тогда они уже 100% прошли, Райнис и Аспазия. И когда они действительно приехали, в 2020 году, ну, это без привлечения. И никого нигде вообще в Латвии так не встречали. И, конечно, очень скоро ситуация изменилась. Через полгода, ведь вы говорили, этих нападений охране, если это действительно было, ну, не скажем тогда нападений, но инциденты. Да, там хулиганские, ну, трудно сказать, что там было, но это действительно было. А так получается, что вот, когда они приехали при жизни, их именем назвали два бульвара в Риге? Их этот бульвар, бульвар Тройнманднека, да, бывший, это бульвар, да, это настоящий бульвар Райниса и бульвар Аспазия тоже, это когда они приехали в 2020 год. В начале 2020 они сразу поменяли название, да. Это такой беспрецедентный случай при жизни. В принципе, я думаю, что беспрецедентный. Ну, а вот если предположить такую ситуацию, что было бы, если бы, вот мы уже затрагивали тему о том, что Райниса представляют таким, в советское время представляли прогрессивным революционером, если бы он прожил бы на 11 лет дольше? До 40-го года, да. Вот что, как вы думаете? Очень возможно, очень возможно, это могло кончиться печально. Потому что он был социал демократ. Он был, ну, социал демократами, тухое отношение было тоже, да, личное, некоторые считались вообще кровными врагами, да. Да, социал предачами и прочее, да. Ну, очень многие же поменяли там направление, очень многие. Так что, возможно, возможно, не исключено. Но, в принципе, вот если мы говорим вот о Спазе и Райнисе как депутатах, да, то это уже все там в воспоминаниях отмечают, что вот Райнис, ну, он был такой философ политик. Он действительно думал, но как оратор, как такой, ну, действующий депутат, он вообще не пользовался, можно так сказать, особенным его популяртетом. Ну, он же сам в дневниках пишет, он сидит в последнем ряду и пишет там на бланках этого Сейма там свои сочинения. Но он же был еще министром культуры. Ну, он был, я при том, да, это можно сказать, что он был действительно, вот одно из тех мест, где он был на своем месте, это был министром просвещения. Это много причин, да, министром просвещения. Потому что он действительно знал вот с пятого года и до раньше очень многих там таких известных учителей, работников просвещения. И при том, вот мы говорили о европейских социал-демократах, вот, например, один из тех, я как раз над этим вопросом тут немножко работал недавно, был такой Камил Хусман, бельгийский социал-демократ, который, вот, ну, можно сказать, его помощь, Райнис, получил орден Леополда, да, в Бельгии. И он был лично король, у Альберта Первого, получил этот орден. И он был тоже, Хусман был тоже министром просвещения в это время, и они очень так тесно вообще в это время там складывались латышко-бельгийские отношения. И вот, когда Райнис был министром просвещения, был очень с большим резонансом, была выставка бельгийских художников, художников в Латвии, да, такого очень такого, сказали, даже мероприятия года, да. Вот Райнис ушел, Райнис уже в январе 20, в январе 2028 года уже этому полномочные кончились, да, социал-демократы пали, Маргерс, правительство Маргерс Куинек тоже хорошего знакомого Райниса, да. Ну и вот следующая выставка, как раз уже были там деньги выделены, то есть выставка латышских художников Бельгии, да, и не состоялась. И не состоялась так, что в это время, как и в наше время, все времена там личные контакты имели огромную роль. А ведется какая-то статистика о переводах Райниса на другие языки, потому что, скажем, в России, вот просто можно обратить внимание, что его ведь переводила Анна Ахматова, он практически выручил, можно сказать, поскольку, когда она была в Апале, она могла жить только переводами. Ну, выручил, ну, не знаю, можно ли так сказать, ну, немножко, вот я уже говорил, что вот библиографии, как такой, к сожалению, нет, но считается, да, ну, больше всех Райнис перевели. Он переведен на русский язык. Ну, это, конечно, началось с этого известного сборника латышской литературы, 16-й год, под редакцией Горького и Брюсова. Кстати, там была очень интересная вещь, там первые переводы Аспазы на русском языке, а ее не хотели перевести. Знаете почему? Почему? Вот такая женщина под таким именем. Как же можно Аспазы? Это не... Другой человек? Это есть, это же нельзя перевести. Что это за женщина такая сомнительная? Как сказали, это же муза Ивана Христофоровича, да, ну, это же другое дело. Там действительно было так. А вот, по-моему, сейчас где-то, ну, больше всех на русском языке вообще говорят, что сейчас Райнис переведен на 27 языках. Ну, не забываем, ну, свое время, вот когда было 100-летие ранее, свеча, эти вот сломанные сосны у всех языков, это было 43 языка. Потом они дали повторное, повторное издание, там уже несколько языков поменялись, там, по-моему, было 33, но на русском языке вот сейчас будут, по-моему, будет Иосиф и его братья на украинском языке, наверное, Челачава переводит. И будут, то есть избранные стихи Райниса и Спазы на русском, электронном варианте будут, так что, ну, самое ближайшее время время ожидается. Да, вышел «Золотой конь» на немецком только что, и вышла на английском «Проза» Аспазы, там Астрида Станке переводила. А еще одна вещь, я вон сказал, я немножко так просто по списку посмотрел, там, личную библиотеку Райниса, да, где есть, по-моему, где-то 6 тысяч книг и 2 тысячи, тысячи, то есть, газеты, периодических изданий, знаете, на скольких языках? 17 языков, да. То есть он читал? Он читал где-то на 6 или 7 языках, ну, там есть даренные ему книги, там, и на евриты, и разные книги, но там 17 языков, да. Я посмотрел там, вот, русские книги, например, ну, вот, когда Райнис сидел в тюрьме, они очень увлекались, там, изучали, читали, обмениваясь миссиями, так было очень популярно. Сейчас, по-моему, в России опять новое издание, это Мария Башкирцева, есть такой дневник, да, это, которая художница, очень талантливая, многообразная, умерла в раннем возрасте, она ставила там свой дневник. Вот это они говорят, там есть и Блок, и Брюсов, и Чеков, и Гоголь, ну, как известно, ранее стал Борис Годунов, Александр Сергеевич, он же этот перевод сделал во время учебы в гимназии, да, ну, потом перевод там Горького или, ну, нельзя сказать, что он особенно, много, но особенно перевел немецкую литературу. Но лично из классиков русской литературы он был знаком только с Горьким, Райнис. Ну, не знаю, наверное, нет, но он же нет. Даже память не было, скульптура была такая, Райнис и Горький. Ну, например, он был хорошо, он там в Швейцаре с Бабарыкиным познакомился, он даже латышский язык вызвал, Райниса, Бабарыкин, конечно. Ну, аспазия переводит меньше, да, чем Райниса? Ну, потому что аспазия вообще нет советского перевода. Да, кстати, вот что делала аспазия вот с началом, с переходом немцев? Приходил слышать, что она чуть ли там не сотрудничала с немцами. Вот это, она, это можно сказать, ну, аспазия уже была в престарелом возрасте, это один. Она уже никаких уже таких. Кстати, вот тогда аспазия была день рождения, ей исполнилось 75 лет. Ну, значит, да, это 68-й год рождения. И была, была торжественный такой вечер, юбилей аспазии в национальном театре. Но она уже до этого столько уже успела наговорить своим, что они даже боялись пригласить на этот юбилейный вечер, так что она уже не участвовала там. Ну, говорили по состоянию здоровья, все это, ну, в принципе, боялись, что она вот встанет и что-то скажет. Ну, то, что она могла сказать, это точно. И умерла она в 43-м году, да? Она умерла в ноябре 43-го года, да. Ну, и похороны, вот похороны, это уже было какое-то очень, можно сказать, ну, такое национальное проявление, даже с латышским флагом, национальными такими речами. Вот так. Ну, что же, у нас, я смотрю, и время программы завершается. Спасибо огромное. Мы очень рады, что вы сегодня нашли время предпоседать, чтобы мы поговорили про Райниса, про Аспазию, узнали много интересного из биографии и всего. И еще расскажите все-таки по поводу, а все это выставки в музее откроются только в следующем году? Это, да, да, да. Музей откроется в второй половине следующего, будущего года. А будут ли там какие-то вот рассчитанные на молодежь, может быть, какие-то интернет-виртуальные вещи? Да, ну, конечно, конечно, очень многое там как раз идет в направлении виртуальных экспозитов, и так что ты уже можешь зайти уже. Пока можно посмотреть. Своим ходом, как говорится, уже поиск. Пока можно посмотреть в театре. Но, в принципе, это же огромная работа, чтобы это все подготовить. Ну, хорошо, все, тогда придем далее, посмотрим. А пока можно идти в театр, посмотреть на голые ноги Аспазии и Строга-Сена спектаклика Елена Сергеевна Николаевна. Ну, можно еще где-то посмотреть. В Юрмале можно посмотреть, очень интересно. Да, я спал и так. Спасибо, что пригласили. Спасибо, всего доброго.